Мы отправляемся вместе с кенийской полицией в столицу Гаити, Порт-Апрентс, где большую часть города контролируют местные банды. Коллеги из Кении хотят помочь в поддержании безопасности на улицах. Мы выезжаем из шумного района, где жизнь кипит, и попадаем в другой мир. Раньше сюда было невозможно попасть, никто не решался заходить в этот район. Мы едем по разбитым улицам, мимо зияющих зловещей пустотой домов. Эта часть города как будто бы вымерла. По данным ООН, более 700 тысяч жителей Гаити стали вынужденными переселенцами. Они бежали, когда банды начали сеять ужас среди жителей – сжигать дома, убивать, насиловать. Это баррикады. Бандиты их возводят, чтобы не пустить полицию на свою территорию. Для этого они используют грузовые контейнеры, украденные из порта. Часть работы кенийской бригады – это убрать их бронированной машиной. Мы собираемся толкать их прямо сейчас, чтобы вы это увидели. За несколько метров до баррикад мы видим бегущих людей. Это гражданские, они убегают, боятся, что в любой момент может начаться перестрелка. Он движется? Выходите, двигайтесь, вперед, задний ход. Двигайся, двигайся, чувак. Что-то ударяется в люк над нами, начинает резко пахнуть бензином. Как вы можете видеть, на нас все еще капает бензин. Они могут бросить бутылку с зажигательной смесью в любой момент. Они все еще здесь, так что они все еще могут стрелять по нам. Вместо этого горящая бутылка коктейля «Молотова» пролетает мимо сопровождающего нас автомобиля. Они нацеливаются на остальную часть нашего конвоя, стреляют из заброшенных зданий. Кенийцы, находящиеся во второй машине, открывают ответный огонь. Тем временем командир получает информацию от оператора своего беспилотника. На крышах домов есть люди с канистрами, осторожно. Он предупреждает, что они готовятся вылить на нас еще больше бензина. Они сказали нам, что на самом деле они начали использовать контейнеры большего размера, чем этот. Чтобы вылить на нас топливо из пятилитровой канистры, а потом поджечь. Это было как знак предупреждения. Не так давно Муга находился в этом автомобиле, когда на него напали и подожгли. Но ему удалось спастись. Если мы сейчас поедем туда, они могут нас просто поджечь. Поэтому для такой поездки нужно все тщательно подготовить. Пока что мы не можем туда вернуться. По другую сторону баррикад мы видим бегущих людей. Скорее всего, членов банды. Нам нужно быстро проезжать. И еще одно явно недвусмысленное предупреждение от бандитов. Человеческие черепа. Черепа обычно устанавливают, чтобы запугать нас. Нам оставляют сообщение. Эй, не пытайтесь пройти через эту улицу. Мы здесь. Но мы пуганы. Мы видели вещи и похлеще. Мы прибываем в морской порт. Это важнейший жизненный путь для Гаити, через который в страну поступают товары, медикаменты и продовольствие. Это было одно из первых мест, которое кенийцы взяли под охрану после своего прибытия. Но когда мы собираемся снять на камеру тот берег... Снайперы! Снайперы повсюду! Становится ясно. Место охраняется, но не полностью. На противоположной стороне залива банды все еще контролируют территорию. И иногда они стреляют через залив. Всего несколько дней назад они застрелили работника ДОКа на этой стороне. Так что находиться здесь по-прежнему очень опасно. Это очень опасно. Опасно, конечно. Но мы должны идти вперед. Мы не можем позволить бандам контролировать этот район. Но на самом деле Гаити нам очень нужна помощь международного сообщества. Нам нужны люди, которые будут нас поддерживать. Нам нужно больше оборудования, чтобы мы могли продвигаться дальше и дальше, чтобы сделать это место безопасным для мирных жителей.